Здравствуйте, друзья, я вас приветствую на канале OpenWeb и последнее время мне очень часто начали просить сделать оценку сайта, либо проекта. Я, конечно, сейчас не буду рыскать по сей личке контакта, потому что в основном имя там я поставил такие просьбы. А вот человек, который оставил комментарий под видео с просьбой оценить его сайт, мы сейчас рассмотрим. И он еще добавил ему 13 лет, наверное, для того, чтобы его не закидал санными тряпками. Хотя, на самом деле, 13-15 лет – это самый офигенный возраст по причине того, что мозг работает по принципу пылесоса. Он очень хорошо усваивает всю новую информацию. Я, например, в 13 лет ящицу в овраге ловил, а Пагометрия лет с 15 начал. Что, приходит, что я могу сразу сказать по поводу этого сайта. Во-первых, надо разобраться с цветами. Например, вверху цвет вообще никак не читаемый. Делать темные буквы на темной флотне – это как писать черной ручкой на черной бумаге, либо белой замазкой на белой бумаге. Например, если я сейчас сделаю даже белый фон, то сделаю white, то уже видно, насколько лучше читаемый стал. Поэтому сначала надо разобраться с шрифтом. То шрифт какой-то непонятный сделан, например, английские буквы явно отличаются. Такое ощущение, что в этом шрифте нормально работает только латынь, а кирилльц не работает вообще нифига. Поэтому разберемся с шрифтами. Вообще, в шрифте это 50% успеха проекта. Попробуй свифт на мпт санс. В общем, куча еще разновидностей этого свифта. Попробуйся, может что-нибудь для себя найдешь. Простой вообще сайт. Некий форум какого-то городка, где-то город находится вообще. Гугли. Где-то дружище. Это здесь? Это где? А, это у кого уфы у нас. Ммм, какие прикольные скалы. Как идея, как увеличить больше трафика, можно добавить разделы по интересным местам, достопримечательностям, куда сходить, где бухнуть и так далее. Чем больше текста на сайте, тем лучше. Тем больше текста, тем он больше появляется у нас в поисковиках. По оптимизации это вообще отдельная история. Почитаешь, что такое SEO. Вот, например, вот это все дело. Для роботов это вообще пустой звук. Ну смотри, еще такая вещь. Сайт должен быть странтизированный. То есть, если у тебя такой-то размер, то и на главный, он должен быть таким же размером. То есть, не должно быть здесь один выступ, а здесь другой выступ. Либо ты делаешь резиновый с одинаковым выступом, либо ты делаешь фиксированным. Чтобы было все везде одинаково. И выравнивать по центру не самая лучшая идея, на самом деле. Например, я так понимаю, заголовок сделаю АС1, АС2 другим цветом с Апеллио Стоун. И по левую сторону выравнивать. То есть, так это, ну это смотрится, ну вообще никак не смотрится. Так, разделение. Я так полагаю, ты через какой-то цикл вводишь эти разделение, где сверху и снизу. Но, мягко говоря, так не делается. Во-первых, сверху нафиг она не нужна. И снизу она тоже нафиг не нужна. Между ними ничего нету. По два разделения тоже нафиг не нужна. Как это сделать? Очень легко. Делаешь бордер снизу, а на последний выключаясь. Либо наоборот. Везде бордер сверху и последний выключаясь. На КССС загружили такую тему, как First Tilden и Last Tilden. Вот это вам твой пример. Начечки. Здесь есть, здесь есть, здесь есть, а здесь ее нету. Все потому, что она здесь выключена. И не будет у такого у тебя колхоза здесь. Так, пойдем дальше. Контакт. Куда-то мне перекидывать совсем вообще в левую сторону. Это что такое? Это какая-то биржа. Смотри. Она еще не дает у меня уйти отсюда. Еще одна проблема, то что если ты писать мы ВКонтакте, то я хочу увидеть там группу ВКонтакте. Это логично. И во-вторых, если у тебя ресурс выкидывать куда-либо, то есть идет пересыпка на другой ресурс, то всегда открывай вкладку ВКонтакте. Тем самым мы не потеряем пользователей. То есть если я нажму на группу ВКонтакте, и она откроется в этой же вкладке, то на твой сайт в большинство случаев я не вернулся. А если она откроется в вкладке, то я скорее всего вернулась на твой сайт, и еще что-нибудь посмотрю. Да, и тот же Google, и тот же Яндекс посчитает больше удержания аудитории на твоем сайте. Вот здесь какая-то регистрация. Вот здесь та самая проблема, нифига не видно, что написано. И, например, красный цвет здесь совсем не вместе, но красный цвет так вообще, как будто я что-то уже неправильно сделал, я только что зашел. почитаю такую вещь, как психология цвета, поможет. И вот это вот тоже, ну как бы, если это как бы должен быть футер, должен быть снизу футер. И опять же по цветам. Есть такое правило, что на сайте не должно использовать больше трех цветов. Это дизайнерский прием, все дела. Есть такая еще вещь, как круг сочетания цветов. Я точно не помню, как он называется. Дизайнеры мне на себя в комментарии поправят. Ну, собственно, это вот он. Загугли его. Там есть много объяснений, как по этому кругу правильно подрабатывать цвета. Это так как и по дизайну, и на сайте все одно и то же, даже художники используют в своих картинах. Я вот ничего не видел. О, кстати, вот здесь уже нормально. Хотя это надо как-то все дело благородить. Ну, вот это не есть хорошо, ну и с том и делать дальше. Кнопки назад нету, форму я вести не могу. Должно происходить все на одной странице. Если это хотя бы по запросу, ты отправляешь на эту страницу, то я должен опять начать вводить login-parole, я не должен тыкать назад. Если тыкнуть назад, так и все еще дело нафиг слетит. Чёрный. Чёрный. О, смотри, чёрный. сделай отступы от левой правого края. Тоте еще делает, все слипается. Падинг. Здесь пикселей. Если все делали, не так слипается. Вот это кто меня тупит. Ну, смотрите, отсыпка по тегам идет. Во-первых, нет тега, который указывает на тип версии HTML, нет тега head, 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 по ходу дела. Даже нигде не закрывается. То есть вот это, ну, как-то всё коряло, надо всё починить. Ну, опять же, бадди закрылся, в котором я не закрылся. HTML, почитай и понимать, как всё это дело делается, в какой последовательности не должно это работать. Конечно, право здесь всё дело выравнивают, но Google, Яндекс, почитай это за ошибку, тебе в топе вниз сразу прокинут. .г кто это такой, что за зона .г Габона? Что за Габона? Центральная Африка? А, ну, ты, видимо, купил, потому что она, типа, бесплатная стала. Ну, как бы, да, в 13 лет там и 100 рублей находишься не найдёшь. Но смотри, для этого проекта она не столь актуальна, но после, как информация, поисковики очень геопозиционируют свои ответы на запросы пользователей. Это значит, если я буду что-либо искать, то мне сначала будет показываться домино в точке у.ру, а потом уже домино в точке украины, домино в точке Баруси, и так далее, и так далее, а потом где-нибудь, когда-нибудь до Африки мне делать дойдёт, потому что поисковики, они как бы не дураки, они понимают, что если я из России, то у меня актуальнее показать информацию, которая находится в России, а не которая находится в Африке. на самом деле, если ты это делаешь в 13 лет, у тебя очень бас и перспектива на рост, и в лет 20 у тебя будут очень офигенные проекты, после того, что ты на это болт не положишь. Если есть ещё желающие, кто хочет попасть в такую рубрику, пишите в комментарии, оставляйте ссылки на ваш сайт, найду время, посмотрю, разберём. Подписывайтесь на проект, ставьте лайк, всем чистого кода.